Приветствую вас. Первое, о чем мне хотелось вам сказать, это то, что правила ресурса запрещают публиковать одни и те вопросы. То есть вы, в принципе, вполне могли бы написать дополнение, к своему предыдущему вопросу. И так бы было лучше, и вы бы не делали бы еще один вопрос. Значит, если вы задаете вопрос, если вы говорите, что вам советовали меньше уделять внимание ему и так далее, эксперты, да, то, соответственно, возникает вопрос тогда. Вот, смотрите, смотрите. Вы задавали тот вопрос, где мы вам отмечали, да? И, соответственно, так, сейчас я попробую его найти. Вот, вы его задавали вчера в 10 часов, значит, вы его не решили, да? То есть он остался не решенным, вы мне не выбрали лучший ответ. Ага, как бы, ну, все-таки, я думаю, справедливо будет, если вы будете ценить труд людей, которые вам стараются помочь, и, соответственно, выберите ответ лучшим какой-нибудь. Вот, потому что люди старались, люди брали свое время, энергию, силы и так далее. Ага, дальше, значит, теперь, что касается сути вашего вопроса. Значит, на этом вопрос эксперты мне посоветовали меньше уделять время ему, а себе больше, больше любить себя. А как это сделать? Сделать это можно и нужно довольно легким способом с точки зрения функциональности. В этом нет ничего сколько-нибудь тяжелого. Все, что вам нужно, это проанализировать, прочувствовать, расставить свои личные границы. То есть сейчас вы в человеке растворяетесь. И он из-за этого не может воспринимать вас, ну, как, может быть, полноценного партнера. Да, потому что вы слишком сильно в нем растворяете. Вы растворяете в его желаниях, вы растворяете в его потребностях, вы растворяете в том, чего хочет он. При этом вы готовы наступать себе на горло, вы готовы, в общем-то, унижаться. Набравьте меня, если я ошибаюсь. Вот, вы готовы игнорировать, игнорировать вы готовы вред себе, а то есть, ну, тот вред, который наносится вам из-за этого. Вот это вот не нужно делать. То есть, определите для себя, что для вас вред. Конкретно, вот конкретно для вас, что является вредом. То есть, что вы сами можете интерпретировать как вред себе. Вот. Как нарушение личных границ. Как, допустим, неприемлемое поведение. Со стороны, допустим, того же мужчины. Да? Вот. И вот это запретите ему. То есть, дайте ему понять, что вы не собираетесь терпеть подобное поведение вообще никак. Вот. И в принципе, в принципе, это, что можно назвать любовью к себе, заботой о себе, это еще не любовь к себе. Отличная забота. А любовь к себе, она воспитывается, она воспитывается. То есть, любовь к себе, это значит полное принятие себя. То есть, вот то, что вы себе, скорее всего, отрицаете по какой-либо причине, по каким-либо объективным или субъективным обстоятельствам. Вот. То, что вы в себе отрицаете, нужно переследовать, нужно себя полностью принять. Вот. Проанализировать, что именно вы в себе не принимаете, что именно вы считаете в себе чем-то плохим, негативным, неприемлемым, не имеющим права на существование. Вот. И так далее. И вот это все, проанализировав все вот эти вот вещи, вы и сможете как раз-таки начать себя любить. То есть, любовь, это в первую очередь принятие. Если мы говорим о том, что вы растворяетесь в другом человеке, если мы говорим о том, что вы так или иначе делаете это, да? Вся в нем. Только совершенно очевидно, совершенно очевидно, что вы что-то в себе не принимаете. И от этого бежите. От этого бежите именно в другом человеке. В психологии это можно назвать созидательные энергии, энергии, например, либидо, направленные на себя. Набравленные на себя, но обращенное, обращенное, к сожалению, на другого человека. Вот как бы в этом заключается вся суть любви к себе. То есть, любовь к себе это полное принятие себя. Это обозначение и защита личных границ своих. Вот. И формированная модель поведения при нарушении этих, ну, при нарушении этих границ. Но вы поймите, что если вы себя не любите сейчас, если вы к себе с любовью не относитесь, то вряд ли можно говорить о том, что вы научитесь себя любить вот так вот за один ответ. Потому что ведь это идет из детства. То есть, вас, по сути дела, родители, судя по всему, вас именно родители не научили любить себя. Да, вас именно родители, вероятно, обесценивали каким-то обликом. Вот. И это вы пытаетесь купировать через то, что делаете сейчас данной маме. То есть, я имею ввиду через другого мужчину. А это значит, что вам чего-то не хватает. А это значит, что эмоционально вы, вероятнее всего, зависимы от мужчины. И, соответственно, вас может быть что-то удерживает, ну, рядом с ним. Помимо любви. Дело здесь. Дело здесь не только в любви. Вот. То есть, не надо думать, да, не надо думать, что вы его не любите никогда. Не надо думать, что вы его, там, в действительности вы его не любите. Нет, это не так, это вообще нет. Вот. Просто вы его воспринимаете в том числе, в том числе и как средство для достижения своих целей. Вот. Вот именно этого быть как раз и не должно. Вот. Поэтому любовь к себе это, в первую очередь, образование личного пространства. То есть, у вас, у вас должно быть свое собственное личное пространство и время на то, чтобы заниматься своими какими-то делами, своими какими-то увлечениями, там, хобби и так далее. Вот. Вот. Вот это является, это можно назвать любовью к себе. Правда, как вы, как вы, я надеюсь, уже поняли, это в первую очередь принятие себя. Вот. Как общаться с ним? Имеется в виду с человеком, да, с вашим мужем. С мужем общаться желательно без каких-либо обострений и претензий. То есть, по сути, не скандалить, не как-то с ним спорить и так далее. Просто один раз ему донести, что, например, вам неприятно то, что он делает, что вы, например, как бы, ну, вы любите его, вы хотите быть с ним. Вот. И если у него есть какая-то проблема, вы, например, готовы ему эту проблему помочь решить, да. То есть, вы верите ему, то, что он тоже любит вас. Вот. Но вам важно его желание, именно его желание, что-то делать. И если мужчина не делает ничего, вот вы можете ему сказать, да, что я не вижу, я не вижу, чтобы ты что-то делал, да, я не вижу, чтобы ты как бы старался что-то наладить. Вот. То, соответственно, соответственно, вы ему можете донести, что это его выбор, что он вправе поступать так, как он хочет. Ну, а вы, в свою очередь, будете так же поступать, как вам хочет, да. То есть, как бы, он делает то, что нужно ему, а вы делаете то, что нужно вам. И еще неизвестно, понравится ему это или нет. И если он в дальнейшем свои какие-то поведенческие модели не изменит, да, то есть не станет по-другому себя вести. То вы будете от него отдаляться все дальше и дальше, вот, до тех пор, пока полностью от него не уйдет. Вот и все. Один раз это сказали, и после этого смотрите на его дальнейшее поведение, на его дальнейшие отношения к вам. Воспринял он вас всерьез, не воспринял он вас всерьез, вполне возможно, что сразу мужчина не предаст вашим словам серьезного значения, потому что ему потребуется время для того, чтобы понять, что все действительно серьезно. Вот, то есть, будьте готовы к тому, что потребуется время для того, чтобы он вас понял, чтобы он начал всерьез вас воспринимать, потому что это еще одно следствие того, вот, это еще одно даже не следствие, а еще одна, можно сказать, расплата за растворение в другом человеке, то, что он всерьез вас не воспринимает, а зная, что вы, скорее всего, от него никуда не денетесь, да, и всегда будете с ним. Для мужчины, для мужчины такое отношение к своей женщине является крайне деструктивным, потому что это его, ну, можно сказать, полностью, полностью расслабляет. Вот. А если это его расслабляет, то, соответственно, мужчина перестает быть инициативным, и это, по большому счету, вредит кому? В большом счету, вредит только вам. Вот. Потому что у него все в порядке, у мужчины. У него все замечательно, у него все как-то хорошо, а его все устраивает, у него есть все, что нужно ему, вот, и он, как бы, всем доволен, доволен. Вот. Недовольны только вы, и если вы недовольны, то, соответственно, вам и нужно решать, что вы будете делать дальше. Самой, понимаете? Самой решать. Не через него. Не через взаимодействие с ним. А именно самой нужно решать. Самой и, в общем-то, только самой. И когда и если вы будете это делать самостоятельно, когда мужчина увидит, что вы готовы, там, и от него уйти, если нужно, и что вы готовы, там, и без него быть, если потребуется и так далее, да, то есть если мужчина увидит, что вы не миритесь с тем, что он делает, а просто берете и предпринимает какие-то шаги для того, чтобы таких ситуаций не было. Что он, я думаю, довольно быстро, если он вас любит, он довольно быстро придет в норму. То есть это вот в течение, там, ну, нескольких месяцев, он, если у него есть там чувства, он в течение нескольких месяцев, он поменяет свое отношение к вам и будет уже вести себя более бережно. Вот, поймите, пока он не боится вас потерять. И пока он не боится вас потерять, что бы вы ни делали, не имеет смысла. Потому-то он думает, что вот вы помыете, плачете, да, вот, и все, и все вернется на круги свои опять. То есть ничего не изменится. А когда вы ему покажете, что нет, дорогой, я собираюсь менять что-то, и я буду менять что-то, и он увидит, что вы меняете. Тут он уже будет знать, что за его действиями могут быть последствия, и если за его действиями будут последствия, то он уже сто раз подумает, прежде чем что-то делать. Мужчина понимает язык, именно язык, скажем так, действий. Мужчина понимает язык действий. Мужчина с трудом понимает язык слов, тем более если это язык слов его женщины. Если это именно женщина, его женщина, то мужчина с огромным трудом понимает, что-то она говорит. Потому что у него нет стимула это делать. Понимаете? Если нет стимула, он и не будет соответствовать. Что касается любви к себе, то ситуация здесь такова, что, на мой взгляд, самостоятельно вам начать относиться к себе с любовью будет довольно сложно, потому что вы не привыкли так жить. Вы привыкли жить немножко по-другому. И, соответственно, вам будет сложно рад. Я думаю, что это можно исправить, но, опять же, если вы только хотите, если вы действительно в этом заинтересованы, то можно будет поработать и научить вас постепенно выработать у вас этот навык. Навык более ценностного и бережного отношения к себе. Если вы действительно хотите разрешить ситуацию и сохранить свою семью. Решать это вам. На этом все. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите в личку или в дополнение к моим вопросам, но ни в коем случае не создавайте еще одни вопросы, потому что это запрещено правилами ресурсов и ваш вопрос могут удалить. Что касается того, что вы спрашиваете, то здесь, опять же, имейте, пожалуйста, в виду, что не все вопросы можно решить одним ответом. Нужно разбираться, нужны ваши реакции, нужны ваши эмоции, нужно чувствовать вашу реакцию и значение понимать для вас того или иного. Еще вы задаете вопрос, как вести себя с ним и дома, чтобы это помогло. Помогло чему, для чего, мне кажется, у вас здесь немножечко смещенная цель, смещенный объект. Вам не нужно, чтобы это помогло, это мужчина, оставьте его. Оставьте его. Вы о себе сейчас больше думаете. Понимаете? А вы спрашиваете, как любить себя, уделять время себе? Да? Вот. Вы задаете вроде этот вопрос, в то же время вы тут же спрашиваете, так, а как же мне общаться с ним? так, чтобы помогло. То есть, понимаете, это вот идет как бы смещение конфликтов с целей. Поэтому еще раз, если мы говорим о любви к себе, то ни в коем случае не говорим о нем, и ни в коем случае не говорим ни о ком, кроме вас. Говорим только о том, чего хотите вы, что нужно вам, что вредит вам и что заставляет вас поступать так или иначе. Поймите, все это нужно разбирать довольно подробно. Еще сейчас, пока у вас нет детей, потому что если появятся дети, то будет гораздо сложнее. Еще сейчас все можно относительно безболезненно и легко разобраться. Так что выбирайте эксперта себе, записывайтесь на личную консультацию и начинайте работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, надеюсь, что вы все-таки мне их зададите. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!